Депутаты окружного собрания встретились с руководителем Северной транспортной компании Константином Климовым. Поводом для выездного рабочего совмещания послужили многочисленные обращения сельских жителей. Суть вопроса заключается в том, что транспортная компания оборудовала ограждение территории в районе причала для безопасной работы пассажирского транспорта. При этом была ограничена возможность для жителей, которые приплывают либо отплывают на личных лодках. Мы сейчас должны понять, каким образом здесь организовано движение как таковое от начала до конца. Потому что жители говорят, что порой они упираются в эту калитку, которая закрыта. Если раньше жители населенных пунктов округа беспрепятственно подъезжали к месту стоянки пассажирских судов Северной транспортной компании, то с недавнего времени доступ к этой территории оказался закрыт в прямом смысле слова. Впрочем, у перевозчика на это есть весомый аргумент. В какое время открыта эта калитка и ворот? Калитка открывается в момент, когда идет посадка на суда по расписанию. А обычные граждане не имеют права доступа? И приставать даже на лодках сюда не могут? Да. Есть такой 16 закон ФЗ, который ограничивает допуск посторонних лиц в зону транспортной безопасности. И причаливание сейчас, где стоят пассажирские суда. Вот и все. По словам директора Северной транспортной компании, забор мировынужденная. Но если его убрать, транспортная прокуратура привлечет перевозчика за несоблюдение законодательства. Письма от надзорного ведомства в адрес компании уже поступали, отметил Константин Климов, добавив, что судоводители могут высаживать своих пассажиров за пределами огороженной территории. Впрочем, в этом случае подниматься им придется, преодолевая препятствия. Ведь пандус находится вне зоны доступа. Одним сходом не получится пользоваться и клиентами Северной транспортной компании, и жителями округа города. Я говорю, одно решение – здесь сделать другой трап до воды, и всё. В ходе дискуссии парламентарии предложили перенести забор. Таким образом, оборудованный спуск к воде станет доступен для всех желающих. Также депутаты рекомендовали изменить границы территории вдоль реки, изъяв часть земли у транспортной компании. Предполагается, что такое решение даст возможность не ограждать забором участок с оборудованным спуском к реке.